Нешуточные споры разгорелись вокруг улицы Ленина в Новосибирске. На публичных слушаниях в мэрии новую транспортную схему оппоненты подвергли жесткой критике. Документ меняет все привычные маршруты, как общественного, так и личного транспорта. Чтобы во всем этом разобраться, мой коллега Константин Клещин прошелся пешком по ленинским местам. Современная история улицы Ленина напоминает латиноамериканскую мыльную оперу. Количество серий не угадаешь. В этот раз спор вызвала модернизация площади Ленина. Именно там, как выяснили эксперты, нанятые мэрией, смешиваются транспортные потоки и создают автомобильный хаос. В том числе и на одноименной улице. Ее хотят благоустроить, сделав пешеходной лишь частично. Но на публичных слушаниях идея архитекторов не получила одобрения. Вы хоть говорите о создании общественного пространства. А зачем его создавать именно на площади Ленина? Первомайский след. Почему не вам объясните? Центральная часть города должна быть компактная. Должна быть хорошо проработанная. Первомайский след – это центральная часть. Подождите, подождите. Я не обещал. Если вы здесь не живете, то я ошибаюсь, задаю вам конкретный вопрос. Над реконструкцией центра города работали столичные архитекторы из конструкторского бюро «Стрелка» по заказу мэрии Новосибирска. В новом проекте москвичей-сибиряки не увидели главного – родной площади Ленина. Это и есть та самая линия, по которой предлагают равнять площадь Ленина. То есть четко выделить Красный проспект. Вот здесь вот будет автостоянка у Госбанка, там фонтан. Вот этого выезда с вокзальной магистрали не будет, только вот там. То есть все крутые повороты надо убрать, спрямить и сделать прямыми, под прямым углом заезды на улицу, в том числе и на улицу Ленина. Общественники признают, развязка в центре весьма сложная. Но ломать ее нельзя. Это приведет к худшим последствиям. Те, кто развернулся на площади Ленина и встал в правый ряд, чтобы повернуть на одноименную улицу, создадут пробку. Ну и это еще не все претензии. Вчера рабочее совещание ВОЗ ПТС с представителями отдела администрации дорожного движения. Конкретный вопрос. Эта схема уже согласована? Да, она согласована. Откуда ответ? С департамента культуры. И по сути у нас получается сейчас департамент культуры превалирует на департамент транспорта. Когда такое было? После публичных слушаний авторы обещали свой проект еще раз проанализировать. Иными словами, это не последнее обсуждение изменений. Скорее всего будут и скандалы. Ведь это центр. И улица Ленина, бывшая Кузнецкая, где до революции была городская дума, помнит разные примеры. Улица всегда была под присмотром. В горе гражданской войны один мещанин, житель даже лишился своего дома на этой улице. Потому что просто элементарно не очищал снег с тротуара. Его раз предупредили, два, три, потом дом реквизировали. Веки нынешним своей истории. Летом улицу Ленина делали пешеходной. Появились ярые противники этого. В итоге улицу решили не закрывать для движения полностью, но серьезно реконструировать. Константин Клещин, Борис Гладких и Артем Валевич. Новости ОТС.